Мы будем сегодня говорить про Сервантеса и про испанский театр, которому надо у нас сказать немало сил, это только в таком школьном представлении. Что написал Сервантес? Ну любой школьник скажет или почти любой. Дон Кихота. Это вообще маловато. Он написал по крайней мере полсотни пьес. Это все-таки кое-что, правда? Если учесть, что Шекспирту всего 36 и ни одного романа, то можно сказать, что испанцы впереди планеты всей. Понятно, что вы пришли кое-что узнать из того, что может быть известно, потому что далеко не все материалы про Сервантеса переведены на русский язык. А испанцы в последние годы, особенно своей историей, в том числе и историей театра, занимаются, ну я честно скажу, что завитки берут. Значит, скажем, они издали по актерам 17 века энциклопедию на тысячу страниц. Значит, они собрали все мельчайшие факты, кто из актеров в какой деревне играл, в общем, в каком году, с какими товарищами. И они довольно много раскопали про Сервантесскую жизнь. До сих пор не раскопали его могилу, неизвестно, где она по сей день. Но, может быть, тоже найдут. Но понятно, что я буду комментировать то, что я хочу вам сказать и то, что я буду вам показывать. Но я буду вам немало показывать, потому что раз пришли сюда музей, тем более музей, как сказали бы, спецификации изобразительных искусств, то негрешно посмотреть интересные картинки. Я постараюсь, чтобы их было больше, не только картинок, но и звуков. Потому что театр – это, в общем, аудиовизуальное искусство, правда? Значит, Юрий Петрович Любимов, великий режиссер, когда был в силе просто, когда он стал гениальным спектаклем, когда он строил мизансцены, он там гонял осветителей, значит, всех, чтобы все было на сцене действительно, как в композиции Рубенса или кого-нибудь еще, чтобы каждая мизансцена была по-настоящему живописно-выразительной, и повторял, театр не для слепых, в общем, и не для глухих, поэтому я хочу, чтобы не просто, чтобы вы меня слушали, чтобы Испания говорила сама за себя, знаете, чтобы вы приобщились к ее звукам, к ее картинкам, хотя первое, что я хочу вам показать, показать кусочки из русского спектакля, старого русского спектакля «Учитель танцев», поскольку это по-своему спектакль совершенно знаменательный, очень многое объясняет, почему нам время от времени России, оказывается, кровно нужна Испания. Ну, вроде бы очень далекая страна, правда? Да, на самом деле далекая. Почему она бывает какой-то почти фантастически востребованной? Почему в 60-е годы, скажем, на советских сценах, может быть, говорил это, скажем, «Учитель танцев шел в 15 театрах». В Испании никогда такого не было просто. И когда испанцам говорят, они говорят, ну, не может быть. Собственно, мы обращаемся к чужой культуре по двум причинам. Либо уже она очень близкая, либо мы ощущаем в своей культуре, в своей жизни дефицит чего-то, правда? Ну, как в советские времена, там, значит, был дефицит джинсов, заказывали, чтобы привозили. Отчего дефицит был после Отечественной войны страшный? Ну, дефицит радости, конечно, после стольких слез, крови, разрушений, тревог. Понятно, правда? И когда в 46-м году, значит, театре армии, огромном этом самом театре армии, поставили спектакль, где торжествует не смерть, не бомбежки, не ужас, а любовь, веселье, танцы, песни, красота. Это было чрезвычайно востребовано, знаете. Просто был лом, и Зельгин стал национальным героем. Не в меньшей мере, чем наши герои Отечественной войны. И надо сказать, что Зельгин – это замечательный пример того, я вам всем советую ему следовать, потому что любовь к Испании, оказывается, гарантирует долголетие. Значит, он выступал в этом спектакле, значит, с 50 с лишним лет, представляете? Можно с иронией сказать, когда были долгоиграющие пластинки, знаете, такие, долгоиграющие артисты, но причем он играл прекрасно. На презентации одной из моих очередных книг про Испанию ему было где-то всего 90 с небольшим. Он не просто станцевал, значит, он благодаря партнершу, значит, за танец стал перед ней на колени. В общем, зал Ахну, я запомнил это больше даже, чем свою собственную книгу. В общем, правильно, вот это был такой, понимаете, такой был спектакль, который давал стимул жизни, допинг жизни, энергию жизни. Вот то, что у Табакова было в высшей мере, извините, что я сейчас совсем с вами по свойству, аудитория, но большая, будем читать, что все свои. Я помню, как я впервые попал с Олегом Павловичем. Мне с Зягином, с Сервантисом, значит, Швеция, это была первая кап-страна европейская, где попал, 30 долларов гуляет на пропалую целую неделю. Я там покупал цирромные сувениры, а у Олега были деньги, он поставил спектакль, не уничтожение, ревизора. И он заходит, говорит, слушай, подожди меня немножко, я зайду в гастроном. И я жду 5 минут, 10, 15, 20, 30, он бы ходил с двумя огромными пакетами с едой. Говорю, Олег, ты чего так много? Знаешь, как у меня было голодное детство, это в самом деле так, но я потом понял другое. У него был вкус к еде, это был замечательный вкус к еде, ее юбилей. Помните, когда за столом, ему 70 было, да, стоили? Юбилей был огромный стол, полный еды, весь юбилей, все поздравления он, значит, принимал, поедая что-то вкусное. И за это был вкус к жизни. Не то, что все надоело, пытло, а вкусная штука жизни. Значит, и когда в голодной, холодной Москве, значит, где люди не знали, как, в общем, как дожить до получки, где, как свести консистенциями. Люди в красивых нарядах произносили красивые слова, пели красивые песни. Давайте чуть-чуть, только посмотрим, вот кусок, где, ну, кстати, главную героиня, там, актриса так себе, а вот ее сестру Фелисияну Добржанско играла. Замечательная актриса, все-все мне такая, значит, как бы традиционная красотка. Давайте послушаем ее, как она поет. Горят уста мои, приди, скорей приди, блаженном забыть и прильну к твоей груди. Горят уста мои, приди, скорей приди. Ну вот, ну вот. Еще посмотрим один маленький фрагмент, как Зельдин появляется, значит, в этом самом доме, чтобы выступить в качестве замечательного учителя танцев. Зоронго, танец под куплеты. Конечно, забавно не только то, что там, не знаю, на улицах там зверствует бандитская черная кошка, значит, там карточки отоваривать надо, чтобы получить там 100 грамм масла. А тут, значит, танцы, песни. Ну, смотрите, кто был в прошлый раз, я говорил вам, как испанский театр, закладывает подобную праздничную радость. То есть, в самой драматургии, как режиссеры. Режиссеры, мне кажется, драматурги, которые, в общем, указывают, как надо играть. Вот вы заметили, когда вошел учитель танцев, как героиня главная, вот эта самая, которая здесь стоящая, Флорелла говорит, как он красив. То есть, это короля играет двор, понимаете, остальные актеры играют другого актера, правда? А потом говорит, какой он изящный, как он говорит своему этому самому слуге, она прелестней всех. И мы понимаем, что, в самом деле, те, кто на сцене, кто на театре, это сплошные красавцы, красавицы. И что мы тянемся к этой самой красоте, и нам они скажут, что вот тут тоже пришли, вот, ну, пришли к красоте, к красоте. Вот публика идет, чтобы посмотреть на свое зеркало в театре. Театр говорит, зеркало. Вот собрались в зале красавцы и красавицы, значит, и смотрят в зеркало сцены, значит, видят свое замечательное подобие. Ну, вы скажете, хорошо, может быть, это наш русский идеализм, значит, выстраданный, несмотря на, значит, все войны. Мы, знаете, посмотрим, как испанцы играют. В чем я хочу вам показать специально то, что вы хорошо знаете, потому что у нас фильм «Собака на сене», его крутят беспрерывно. Боярский стал отчасти культовым героем страны благодаря этому фильму и Терехово. Вот, мне кажется, будет не бесполезно посмотреть, как сами испанцы это играют. Помните сюжет там? Начинается с того, что главный герой его слуга Теодору и Тристан ночью крались там к служанке и попали случайно в спальню. Госпожи, та проснулась и начал, в общем, начался большой переполох в графском доме. Диана богатейшая женщина Неаполя, графиня, юная, прелестная вдова. Ну, Диана узнает, как вы помните, Диана узнает, что не ее спальню пришли, а спальню служанки, что двойне обидно, правда? Потому что, вот представьте себе, вы молодая женщина, в вас в 4 утра кто-то будет, какой-то мужчина, вы проснулись. Он говорит, а, извини, это не к тебе. Ну, как-то совсем не по-джентльменски. Поэтому, Илья, если можно, давайте прямо, значит, вот эта самая встреча Диана с Теодору, когда она проверяет, что же это такое отчаянный мужик, который через ее спальню к другой ходит, и как надо его проучить, чтобы он понимал, что если он уже рискует головой ради любви, то надо рисковать головой ради любви к ней, а не к кому-либо. То есть не то, что она его полюбила, а хочет сперва, любовь будет потом, а пора, пока что надо показать ему, кого надо любить вообще. Я хочу взглянуть, как врач Евгения вашу, ясно. Зажечься страстью, ведь остались чужую, и ревновать еще не по любви. Хоть Бог любви хител и прекратли, но наветка хитрость измуждял ходку. Я потому люблю, что я ревну, терзаясь тем, что рук неспоедлив, И те красивые меня запрыг, понежно в счастье будет этим другом. Я страхи, сомнений, и дни плачу, ревной без любви, но ясно знаю. Хочу любить, любим ответ хочу. Не защищаясь и не уступая, быть понятой, мечтаю и молчу. Понятно, никто, усиляясь, не понимая. Вы что скажете? Что если здесь все это передоверно, то лучше написать нельзя. Но только я в недоумении. Я не смысл, чтобы любовь могла от ревности зажечься. Родиться ревность, а любви. Я думаю, что да, мне это и приятно было с ней встречаться, Но страсть не загоралась в сердце. И лишь когда она узнала, что он другую любит, ревность, Зажгла мне и любовь, и страсть. Возможно это? Да, конечно. Но и до ревности семью уже имелась в побуждении. И то была любовь. Причина не может происсечь от следствия, она ждает их сама. Ну не знаю. Но когда мы это, не будучи, чем весьма годно встречалась с этим человеком, Но чуть увидела она, что он другую любит, нежно, Но по ни стволу желаний ей пресекла дорогу чести, Похитив у ее души все те глупые помышления, с которыми она жила. Весьма написано прелестным. Я все связаться не дерзну. Покругуйте. Нет, не смею. И все-таки я вас спрошу. Сеньора, вы хотите назначить по ничтожности? Я скажу. Дождитесь поскорее. Иду. Симпатичнейшая героиня, правда? Наша лучшая. Наша лучшая, да? Ну, может быть. Ну, мне это тоже нравится. Ну, молодая Терехова, конечно, прелестная была. Значит, так вот, вот как сложился такой театр? Ведь сервантисто присутствовал в сущности при его родах. И он один из тех, кто его сочинял в сущности. Этот театр был одним из первооткрывателей этого театра. Театр, который уже стал приносить первые зрелые плоды, хотя его корни очень далеко уходят. Прошлое. И я вам хочу так почувствовать, что в этом театре вот этот такой строй высокий, он объясняется, помимо всего прочего, одной важной причиной, немножко странной для нас, живущих в православном, в общем, обществе. Ну, так или иначе. Потому что это католическая страна, да еще и южная, что очень важно. И в католической стране традиционно сложились другие отношения театра и церкви. Дело в том, что православная церковь в театру относится до сих пор с некоторой настороженностью. Что касается вот испанской церкви, то она считала, что само богослужение должно приобретать театральные формы для того, чтобы людей не только духовно увлечь, ну, понятно, духовно, безусловно, но даже чувственно. Вот так вот, чтобы придались вере вот всем существом, вот разумом, духом, душой, телом. И вот этот союз церкви и театра, он, согласитесь, должен был настроить и тех, кто спектакли творил, на какой-то такой, ну, ответственный и высокий лад. Правда, потому что, значит, театр – это не просто фраза, театр – это храм. Но, в самом деле, это была очень-очень тесная близость, я бы сказал, кровная близость храма и театра. И вот вам простой пример, в данном случае аудиопример, потому что видеозаписи этой, к сожалению, нету, поскольку эта музыка записана в монастыре в женском, на Майорке, а монашки до сих пор не очень любят, когда, значит, там телевизорщики по их, значит, храмам бегают, но записывать они хор позволили. Но это не просто хор, не просто пение. Это пение XIV века. Они так и поют, передают в монастыре из века в век, как пели ушедшие лучи, мир сестры, так и они сейчас будут петь. Но они не просто пели, это называется песня Севиллы. Это когда во время торжественного церковного праздника замолкает орган, наступает полная тишина, и на хорах появляется женщина, в одной руке у нее огромный факел, а другой сверкающий меч. Это Севилла, которая начинает петь не просто арию, она поет вам, грешники и грешницы, что с вами будет, если вы будете продолжать грешить. Вот послушайте. Севилла, которая начинает петь не просто арию, Спасибо. Ну, красиво пугают, правда? Значит, это такой маленький спектакль, предспектакль, который уже в XIV веке игрался в храме. Но не думайте, что в этой южной стране церковная музыка и вот эти такие театральные формы, разыгрываемые в храмах, были всегда такие, ну, даже пугающе серьезные. Дело в том, что, мы говорили уже в прошлый раз, что испанцы удивительно праздничный народ, просто фантастически праздничный. И уже в XIII-XIV веке на крупнейших церковных празднествах исполнялись песни, которые нам-то, в общем, кажутся, ну, вполне уместны современной дискотеке по своему настроению. Вот я хочу, чтобы вы немножко послушали песню «Честь Девы Марии», которая включена в список короля XIII века Альфонса Мудрового, и которая звучит, надо сказать, отнюдь не напоминанием о том, что за грехи придется каяться, а просто призывом к весеннию. «Честь Девы Марии» «Честь Девы Марии» Спасибо. Согласитесь, что если так вот незнающему человеку поставить эту мелодию и спросить, ну, как ты думаешь, в каком помещении это исполнялось? Ну, вряд ли кто-то скажет «церкви», да? Значит, это именно церковь, правда, именно на празднике Девы Успения, кстати, Девы Марии, впрочем, ведь и в православном варианте молитва звучит очень хорошее, начало Богородица Девы, радуйся, правда? Значит, вот эта радость здесь воплощена прямо во всем строе мелодий. И вот, чтобы вы поняли, что это имеет прямое отношение к театру, скажу, что и в театре, в театре перейдет очень много из этих мелодий, которые исполнялись и в церквях, и они модифицировались. Более того, очень много светских мелодий перейдет в церкви, будут исполняться в церкви, причем в самых популярных. Там, не знаю, вот прозвучали подмосковные вечера или какой-нибудь хит Пугачевой. На следующий день поэт переделывает этот текст и пишет «Алё Девину» на божественный лад. Эта песня уже может звучать в церкви. Но сейчас я хочу, чтобы вы послушали одну мелодию, которую исполнялась в театре, но ее, правда, на божественный лад, мне кажется, никто не переделывал. Это было бы очень рискованно. Это такой жанр песни, который называется хакара. Хакара – это был самый такой вопиющий жанр испанской блатной песни 17 века. Откуда само название хакара? Хакя – это шах, не только в шахматах, но хакя называли, ну, как сказать, пахана или крестного отца, то есть самого крутого головореза в шайке. И этот жанр стал, ну, как у нас блатные песни, там, не знаю, ну, я уже забыл студенческие времена, там, значит, ну, у нас же это тоже пели там. Там сидела мурка, у нее под юбкой дроба был зараженный нога, да. Значит, ну, много таких было, значит, этих самых куплетов. И эти куплеты были не всегда самые приличные, даже часто они были, мягко говоря, не совсем приличные, потому что там пелось не только про этих самых лихих тилеров, но и про их подружек, которые занимались веселым ремеслом, значит, и иногда это пелось от имени такой подружки, которая своего голубка, значит, ждет, не дождется и приходится обниматься другими, ну, и так далее. Подобное. В общем, на эти песни церковь ополчалась. И, как всегда, в любую эпоху есть такой особый вид людей, которые любят такой популярный, еще во времена очень был этот жанр популярный во времена диктатора Сулы в Древнем Риме, это жанр доноса. И вот доносчики очень часто писали, что надо закрывать там, значит, эти самые спектакли, потому что там исполняли вот эту самую хакару, да. Актеры народ хитрый. Что они делали? Значит, они как бы соглашались, что действительно, ну, нехорошо, это такая песня, сейчас говорят, стрёмная, значит, и так далее, и тому подобное. И они в том месте, а я потом скажу, что это за место, да, может быть, даже сразу скажу, что вот сейчас идут все время фильмы про Олега Павловича, того же его интервью, и он любил повторять такую фразу «театр – дело веселенькое». И, в общем, для этого очень много делал. Значит, и испанский театр тоже был веселеньким делом. Кто был на прошлой нашей встрече, я не рассказывал про композицию спектакля в испанском театре, нет? Вот очень интересная штука. Вот вы сейчас читаете, ну, кто желает, можно почитать. У нас, кстати, в советские времена сейчас гораздо меньше. Издавались испанские пьесы в очень хороших русских переводах. Я их издавал, там, и старшие товарищи. Значит, ну, когда вы читаете текст испанской пьесы, вы еще имеете очень слабое представление о том, как это выглядело на сцене. Не только потому, что вы не знаете, что за актеры, как они были одеты и так далее, а по другой еще более важной причине. Вот эти все испанские пьесы, которые вы читаете, там, Лопе, Кальдерон, Тирсо, Моретто, Аларкон, больше, пожалуй, никого и не переводили. Хотя очень много троматюргов было. Ну, кто поиспанцы читает, может почитать, там, не знаю, и Рохаса с Арилию, мало кого, значит. Вот это трехактные пьесы. Представьте себе, это только три восьмых части спектакля. Вот чем фишка, понимаете? Не по длительности. По длительности они занимают большую половину. Но вообще вся композиция спектакля, это такая октава, восемь частей. Значит, и это сложилось не потому, что кто-то придумал, знаете, как там, вот Министерство культуры придумало идеальную модель театра, и все хорошо. Значит, эта стихина сложилась и получила статус настолько обязательный, что хотя это сложилось в публичном театре, массовом таком, значит, потом стали также поступать и в придворном театре. То есть вообще представление о театре уже было почти автоматически связано с тем, что если мы идем в театр, то мы увидим, скорее даже не то, что похоже на теперешний спектакль, где сразу все сели, настроились на серьезный лад, и Ольга произнесет, значит, ровно год тому назад, как умер отец, значит, он был генерал, командовал бригадой, но народу шло мало, то есть начало трех сестер Чехова, да? Значит, ничего подобного. Значит, мы говорили в прошлый раз, что портрет был стоячий, и помните, мы говорили, что к началу спектакля вся мужская публика портрет стояла спиной к сене, поскольку они в ожидании двухчасового спектакля поворачивались в женскую лужу, и поэтому их надо было развернуть на 180 градусов, чтобы с ними художественно пообщаться, да? Значит, поэтому, значит, там шум, гам, терарарам, значит, еще раз напомню, что мне был прошлый раз, что между мужским портретом и женской лужей летали апельсины и лимоны, потому что считалось, что если ты бросил девушке апельсину, она тебе ответ кинула, апельсин, то, что после театра можно осмелиться подойти к ней, и, может быть, что-то уже на всю оставшуюся жизнь. Значит, а если ты кинул ей апельсин, а она лимон, лучше не подходить. Значит, и летают апельсины, лимоны, шутки, прибаутки, комплименты пришли с гитарами, значит, там все начнет. Значит, вот начать спектакль надо. Если вы начнете с монолога, все хорошо, только никто его не услышит. Значит, первое, выходят самые белосистые, один или двое или трое, с популярной песенкой какой-нибудь, там миллион алых роз, там что там популярность. Значит, уже часть повернулась от женской ложи к сении. Кто там поет, значит, ладно. Значит, спели, ушли. Но еще часть, еще там с кем-то перемигивается, машет ручкой, значит, вот ты там, значит, в красном платье, значит, ну ладно. Значит, выходит тогда кто-то, ну, супер-обояшка, вот как Табаков был, значит, или как Олег Николаевич Ефремов, значит. Действительно, улыбнется, но все. Значит, я понимаю, почему так улюбляешься не вы женщины, потому что я вполне, значит, мужской ориентации, значит. Улыбнется Олег Николаевич, ну все ради него сделаешь, правда, да? Значит, вот, значит, выходил самый такой контактный, самый такой притягательный актер, либо актриса. Это еще не текст пьесы, нет. Вот, выходит он для того, чтобы вот уже стал зал и сцена, стали уже общей компашкой, компанией, что мы уже заодно. Поэтому он прямо обращается к публике, причем обращается шуточками, прибавочками, там, значит, он кричит, там, что ты сейчас, значит, это самое, здесь стоишь, там, мигаешь, тебе, я знаю, что ты такой, значит, охотишь до прекрасного пола, что я думал, что ты передетым там в женскую ложу, затесаешься, значит. Начинает рассказывать всякие забавные истории, анекдоты даже, иногда случаи из своей жизни, чтобы публика поняла, что актеры тоже люди, и говорят, что как мы ради вас стараемся, как мы встаем в 6 утра, значит, до 8 репетируем, значит, с 8 до 10, там, значит, подбираем костюмы, значит, идем в театр, готовим театр, значит, только 2 часа открывается, 12 часов открывается театр, 2 часа начинается спектакль, значит, как мы стараемся, чтобы поддержать с вами разговор, чтобы не попасть в просаг, сколько мы всего знаем, например, мы знаем, что столица России – Московия, столица Азии – Самарканд, значит, ну, в общем, близко чего-то там, да, значит, или, значит, Лоа на все буквы алфавита, значит, выходит актер и говорит, а вы знаете, сколько хороших слов начинается на букву А, значит, там Анна Австрийская, там Ангел, значит, значит, страшное слово Алжир, где наши враги живут, пошло-поехало, значит, причем он чувствует аудиторию, если я однажды насчитал там каких-то слов 40 на буквах, и он чувствует, что если публика восхищений, вот дает парень, он еще прибавит, если устала, вот другой историк у него перейдет, или, скажем, это самое Лоа, так называлась эта часть Лоа, вторая часть спектакля, значит, на все дни недели, вот сегодня четверг, да, значит, там четверг, четверг Иисус Христос въехал в Иерусалим на Ослице, четверг произошла битва при Лепанто, где мы разбили турецкий флот, значит, четверг, значит, святая Анна пришла к гости к Элизавете, четверг родился наш любимый принц, там, Бальтазар, тоже, интересно, а завтра на спектакле вы узнаете про пятницу, правда, значит, календаря и телевизора, значит, нету, и уже аудитория разворачивается господам артистам, и вот тут начинается первый акт, значит, первый акт любой комедии или трагедии, будь то там учитель танцев, вот где Альдемару приходит передетый учителем танцев, хотя он дворянин, значит, чтобы сблизиться с красавицей, флорелой, значит, и показать ей, что он не лыком сшит, значит, и он будет объяснять любви танцуя, значит, все здорово. Значит, вот он уже, значит, протанцевал, кончается первый акт, ой, антрагед, значит, набитый битком партер, никаких там самых коридоров, значит, актерам только немножко так передохнуть, надо, да, сколько танцевать, значит, даже зель не может, значит, хотя актеры славились тем, что они не только не устают говорить, но не устают танцевать актеры XVII века, скажем, добрый друг Шекспира Кемпера, актер был такой комик, он славится тем, что может танцуя пройти, как, естественно, он так уверял, от Лондона до Оксфорда, значит, ну, наверное, это при увеличении, но это что-то говорит про драматического актера XVII века, это другой тип, правда, значит, чтобы Пореченков танцуя прошел даже до Химок, я логов представляю, не в этом дело, значит, короче говоря, значит, после первого акта антракт, а что такое антракт? Это не пустое время провождения, никаких буфетов вам, где некоторые остаются, вместо того, чтобы пойти на второе отделение спектакля, значит, а это первое интермедиа, и здесь, значит, надо дать публике вовсю повеселиться той, для которой вот любовь морковь – это что-то слишком такое условное, ну, слишком прекраснодушное, а есть совсем простые ребята, которым хочется так от пузов стаки посмеяться, раз они там что-то заплатили, да и культурная публика иногда любит такой, знаете, анекдот с перчиком, поэтому давайте вот такой анекдот разыграем. Ну, скажем, значит, вот такой простой сюжет, который, кстати, имел большой успех, хотя, как вы видите, совсем примитивный, значит, выходит актриса, уже переодевшись, естественно, потому что, значит, естественно, ее нет в конце первого акта, и заметьте, когда я буду читать пьесы, что второй акт обычно начинается с длинного монолога, например, дурочке там выступает Лаврентию, читает философский монолог, я бы даже отчасти помню, цитировал, любовь сеньора – это гений, тот дух, который мы зовем, значит, всем благом, источником совершенства и так далее, любовь поэзию открыла и живопись изобрела. Зачем? Зачем? Передеться надо. Остальным передеться надо, знаете? Как один шекспировед ответил своим философствующим товарищам, затем, зачем в конце Гамлета нужен фортенбрас? Он очень такой университетский был. Башковитов сказал, «Наш кому-то уносит трупы». Значит, это, надо сказать, о том что-то есть. Это театр, вот он в этом смысле простое земное искусство, значит, и, стало быть, значит, вышло уже переодевшись гораздо более простое, а какое непростое платье, это я вам покажу, оно бывает даже очень непростое носение. А сейчас простое, как в платье, оказывается, это жена кузнеца. Причем это такой загадочный фольклорный тип, потому что вроде кузнец, он сам по себе мужик такой серьезный, да, но вплоть до совсем другого художника Бергмана, жены кузнеца это обычно слишком такие, как бы сказать, развратные бобенки, значит. И вот, если вы видели седьмую печать, там это наглядно, значит, наш великий киноэкентральный режиссер показывает, значит, а тут, значит, вот эта самая женушка принимает любовника, который, значит, кидается к ней, объятия, поцелуи, то, что в комедиях и драмах, как говорил академик Федосеев, совершенно исключено. То есть быть не может, потому что там, если, я говорил, если кто-то из соперников хочет прикоснуться к руке вашей дамы, кавалер выхватывает шпагу, ну как можно? А тут опять я поцелую, значит, стук в дверь, она говорит, ой, муж, что делать, значит. Пауза интригующая. Она говорит, она говорит, притворись наковальней. И любовник становится на четвереньки. Прямая спина. Ну, вошел-то всего-навсего второй любовник. Она говорит, что она не помнит. Та же игра. Объятие, поцелуи. Дверь, что, что, дверь заперла. Она говорит, это муж. Опять пауза. Она говорит, притворись камехами. Знаете, он ложится на скамейку, поднимает одну ногу, как ручка мехов, да. Ой, на самом деле, муж. Ходит муж. Что просто такой, значит, любимый герой, как наш Иванушка-дурачок там, значит, вошел. У них, кстати, Хуантон, абсолютно точная калька. Значит, тоже свой Иванушка-дурачок. Это международная фигура. Значит, вечная. И абсолютно интернациональная. Еще более интернациональная, чем большевизм, оказывается, веселая глупость. Значит, и входит муж. И говорит, боже мой, у нас новая наковальня и новая меха. Значит, любящий жена говорит, ну, конечно, это я к тебе дню рождения, значит, сделала подарок. Говорит, ну, прекрасно, сейчас попробуем. Значит, берет за ногу. Это меха. Начинает качать. Меха играют, значит, дает там пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Хорошая меха. Значит, ну, когда он хочет испробовать наковальню, кладет на спину, значит, эту самую подкову, берет молот. К всеобщему удивлению мужа наковальня начинает уползать в сторону. А за ними и меха. А, неверная жена, значит, все, интермедиа кончена. Значит, посмеялись, значит, поржали. Значит, второй акт лирической драмы. Значит, страсти разгораются вовсю. Уже понятно, что героиня так хороша, что любит ее не один, а два, три. Любит страстно, преданно, без нее жить не может. Поэтому любого соперника зарежет. И шпаги идут в дело. Сверкают клинки, значит, летят искры. Значит, кончится второй акт. Кончится второй акт. Опять какой он тракт? Вторая интермедиа. Значит, смотрите, первая часть музыкального вступления. Вторая, вот это лоа. Прямой контакт. Причем по-разному. Там, когда бывает игровой, там, скажем, одна актриса выходит и играет героиню, как бы, комедии, которая ждет кавалера. И говорит, ну что же он не идет, значит. Говорит, а я уже его вижу. Значит, теперь надо показать кавалера. Она, значит, поворачивается, рисует себе усики. Значит, бородку. И бросивает юбку. Чтобы узкому портеру слазить. Потому что она остается в узких штанах, а в узких штаны выше колена. Вы просто не представляете сейчас, избалованная мини-юбками и шортами, что означало для испанского мужика увидеть женскую ножку до колена и даже чуть-чуть выше. Это стриптиз чистый просто. Значит, короче говоря, значит, она уже в узком наряде. И говорит, ой, дорогая, наконец-то, значит, я с тобой. Она тут поворачивается, говорит, женским голосом, отец идет. Значит, моментально надевает седой парик, значит, клеит себе седую бородку. Поворачивается, говорит, неверная дочь, значит. Ну и так далее. Ну уже действительно притихли. Значит, вторая часть вот эта самая лоа, третья часть, первая, четвертая часть, первая интермедия, пятая часть, второй акт, шестая часть, вторая интермедия, еще более буйная, чем первая. Там не просто действует, поскольку, если вы заметили, почти все герои и героини доны и донии. Я уже говорил в прошлый раз, что для испанцев был юмор, что Дон Кихот называет себя Дон Кихотом. Это то же самое, как у нас в России. Кто-нибудь сказал, как тебя зовут, кто-то такой, говорит, я Мартиз Васька. Понимаете? Поскольку Дон Кихот, это мелкий поместный дворнин, он даже не кабальеру, он идальго просто. А Дон, это грант, это князь, понимаете? Поэтому там князь Жора, это все, я тоже, значит. А там действительно настоящие доны и донии, да? А в интермедиях бандиты, ворюги, проститутки, значит, жулики, значит, или вот такие вот бабенки, как эта самая жена, жена кузнеца, вообще такая гольф перекатная. Но в втором акте эта вся публика танцует. Второй акт это интермедиатанцы. Надо сказать, что они были чрезвычайно знойные. Настолько знойные, что, как ни странно, они смущали тех самых стукачей, вот, значит, вот этот жанр, как мы знаем, вечный жанр доносов, значит, доносов про театр, больше всего, значит, цеплялись к танцам, к танцам. Но это можно понять, потому что танцы ведь с тех пор нравы вообще стали, надо сказать, более такие, ну, пристойные, правда? Я не говорю про моду. Мода, наоборот, стала, чрезвычайно, с точки зрения человека 17 века, стала крайне неприличной, а, ну, скажем, павана стала потом таким интеллигентным танцем. А вначале это все были такие народные пляски, танцы, значит, чтобы разогреть кровь, чтобы приплод был, что называется, что все было хорошо, значит. И это самое, еще из Латинской Америки уже приносили элементы негритянских танцев, знаете. А это там же, это племена же там тоже не очень стеснялись, когда, значит, свои обрядовые пляски совершали. Поэтому, знаете, вот очень интересно, как, ну, бывает, там есть еще такая целая литератургическая школа была в конце 19 века, компартивистика. Там, скажем, ну, там образ соблазнителя Донжуана в разных литературах, там, и так далее, как Жан-Поль Сартр, если бы однажды только гулял по Москве, я вам уже скажу, что тоже реликтом, я его провожал, подрабатывая, значит, переводчиком через испанского к Твардовскому, и, подойдя к Пушкинской площади, он сказал, да что у вас одухотворенный русский народ, убедив памятник Пушкина, значит, он скажет, даже Донжуан по-настоящему любит, ну, каменный господин Пушкина, значит, ну, и так далее. А здесь, значит, совсем другое. Вот как в разных доносах разных городах повторяется одна и та же формула просто, не сговариваясь, не сговариваясь, что как можно показывать христианской стране танцы, где во время танцев изображается объятие, поцелуи и все остальное. Я думаю, что остальное не показывали, но это самое стукачест, в основном люди, может быть, действительно, действительно сдержанные в быту, как-то, значит, воображали, значит, выдавая желаемое за действительное, но надо сказать, что эти танцы публику разжигали вовсю. Наибольшие театры вообще иногда принято убивать. Театр этого отличается. Знаете, что отца Александра Македонского, Филиппа, убили во время спектакля, значит, короля Густава Третьего, шведского, значит, закололи во время бала, маскарада отсюда. Вер, не надо было выдумывать сюжет, история приготовила ему лихую, мелодраматическую интригу. Значит, а в Испанском театре просто зрители иногда резали друг друга, значит, так как южный темпераментный народ. И вот кто-нибудь хочет тебя оттолкнуть, чтобы поближе к сцене, значит, посмотреть на щиколотку актрисы, значит, тут же, значит, ну, понятно. Но никогда не происходило столько убийств, как после танцев. Потому что, значит, вот известный один случай в Севилье в 1642 году, когда в короле, значит, когда часть москвы, когда морская публика раскололась на два клана. Ну, как в Спартак Динамо, значит, болельщики, только одни кричали, что лучше всего танцует, значит, Хасинто. А другой кричал, браво, Виктория. И кто-то, значит, имел неосторожность крикнуть, что, значит, браво, Хасинто, а кто так не считает, тот рогоносец. Испанцу сказать такое, понимаете? Шпаги долой. Значит, четверо убитых, восемь раненых. И для нас, историков театра, полицейской хроники, понимаете, это самая главная рецензия 17 века, потому что ни в Испании, ни в Англии рецензии никто не писал. В Англии был такой Формен, который пытался записать сюжет Цимберина Шекспирского, не лучшей пьесы. Махнул рукой, поняв, что наворотил Шекспир такое, что вспомнить невозможно, в общем, никаких рецензий нет. Значит, а вот полицейские хроники, это вещь серьезная, значит. Значит, публика наколена. И уже можно сыграть драматический финал. Именно драматический, потому что все драматурги испанские очень хорошо знали, да, все ждут хэппи-энда. Но если вы сразу скажете, что будет хэппи-энда, это же неинтересно. Поэтому все комедии, заметил, значит, строится так, что всю публику подводит к мысли, что будет что-то совсем плохо. И мы уже переживаем за Боярского, еще больше за Терехову, значит. Ну, кто за кого, в общем. Значит, и они говорят, они уже расстаются там, я уезжаю в дальний путь, а сердце с вами остается. Вы плачете? Нет, глаз попало, мне что-то и больно гложет. Значит, ну все, слезы ручом расстаются навсегда. И тут-то боль, ход конем, значит, кульбит, сюжет переворачивается вверх ногами. И все, поженится. Не только они, но и слуги. Значит, и минимум три свадьбы. Ну, казалось бы, уже хорошо. Нам даже одна свадьба хорошо, правда? Ну, кому как. Знаете, самый замечательный из каждого шоу, почему мы плачем на похоронах и смеемся на свадьбе? Потому что это не наши похороны, не наша свадьба. Ну, это, конечно, парадокс, а вообще-то, значит, на свадьбе надо радоваться. Газалось, внутри свадьбы, это радость третьей степени, кубической степени. Испанцам мало. Значит, поскольку третий акт, это только седьмая часть спектакля. А вот восьмая часть, действительно, конец, делаю венец. All is well, that ends well, значит. Значит, это, значит, Fin de Fest, это буквально конец праздника, или Мохиганга. Когда вся труппа вылетает на сцену с песнями, с танцами, иногда с масками, значит, и просто уже бешеное веселье, чтобы зал подпевал, топал ногами. Значит, вот тогда только, как говорил вечная память Леонид Ильич Брежнев, все получат, все выйдут с чувством глубокого удовлетворения. Значит, каждый спектакль испанский к этому честно стремился и выдавал это удовлетворение, обеспечивал, предоставлял, заражал, потому что публики отбою не было. Театры коммерческие, никаких вам дотаций государственных, частных, спонсорских, не мечтайте. Значит, хозрасчет, значит, и хорошо жили. Хорошо жили. Театр стремился к тому, чтобы драматическое напряжение было тоже высокого накала, и поэтому у Лопе де Веги, самого плодовитого драматурга, ну и сервантис, кто придерживался своей драматургии, как мы увидим, было такое выражение, такой особый термин, которого у нас нету, называлось «Ассаня де Амор», то есть «подвиг любви». Чтобы соединиться, надо не просто там предложить преданное, или «Мерседес», или счет в банке, или похвастаться своими связями администрации, надо совершить подвиг. Понимаете? Что вы заслуживаете вот это счастье брачное, да? Значит, поэтому подвиги совершали не только мужчины, действительно дрались на дуэлях у Кальдерона. Каждой комедии, комедии, минимум две дуэли. То есть вас уже, кроме или дважды, могли убить, прежде чем вы станете счастливым. Значит, но девушки совершают подвиги. Там, скажем, девушка отправляется на свидание в карете, захватив с собой ружье. Значит, и хотя в столице было запрещено с ружьем, да и сейчас нельзя с боевым ружьем по Творской рассказывать, это тоже несколько опасно. Но она ружьем, значит, действительно не зря. В общем, девушка толковая оказала, запасливая, значит, потому что она видит из окна кареты, как на ее возлюбленного нападают трое. И она тут же, значит, раз, как ворошиванский стрелок, значит, это самое, и спасла, причем она его уже любила, он пока ее нет, но раз так метко стреляет, знаете, это душевная девушка, значит, как мой приятель, вечная память, про ректора Ильяза Сережа Гончаренко, кстати, замечательный переводчик с испанского языка, он, правда, пьесу перевел только одну, но про нее особая речь, это не комедия, он был сыном генерала главного разведуправления, который отвечал за встречу Тегеране, представляете, какой уровень, человек, куда встречался, Черчилль, Руссмель, Сталин, значит, и отец его устроил в школу военных разведчиков, а Сережа поэт, значит, и его преступлений, значит, дали сочинение писать, какие черты Печорина могут пригодиться советскому офицеру, причем надо было на одной странице это написать в размер офицерского планшета, что вы еще говорите, это он с конца, начал, как сказал, значит, он догадался, метко стрелял, ну, конечно, значит, так вот, самая героиня тоже, значит, завоевывает этим подвигом, потому что те тоже вооружены, та троица, могли ее тоже запросто зарезать, значит, драки уже гендерные принципы отступают, такой же, и, короче говоря, значит, вот подвиги любви, и для того, чтобы вы поняли, что действительно испанский театр при всех это самый веселье, мы знаем, что церковь веселилась, правда, значит, ставили эту самую веселенькую песню, значит, и, вообще, испанская культура, она насквозь, насквозь такая, я бы сказал, ну, сказать, двуличная, это было, она, ну, как сказал бы, более деликатно, бахтин, амбивалентная, она избегает односторонности, вот даже самые какие-то религиозно, такие искренние, ну, возвышенные жандры, в них обязательно что-то врывается, что такое игрово, забавное, заразительное, вот это интересно, вот, на самом деле, это, это действительно, это, как и Дон Кихол, где трагическая анекдотическая сущность на каждой странице, и, вот, например, один из самых главных испанских праздников, это праздник Корпус Кристи или Тело Господне, он ведь посвящен, ну, с точки зрения веры, не только католической, но и православлившей христианской веры, более чем серьезному событию, это тайные вечери, драматические события, правда, последний ужин Иисуса Христа, когда он вместе с учениками говорит, один из вас меня предаст, да, Юда говорит, не я ли сказал, не я ли Господи, Христос деликатно говорит, ты сказал, да, значит, и, ну, помните, перед, перед этом, значит, он проломляет хлеб, пьет вино и говорит, вот, плоть моя и кровь моя пейте и ешьте, и причастие, как вы знаете, это плоть Господня, да, если вы верующий человек, то вы, принимая причастие, относитесь это не как к куску, там, хлеба или обладки, правда, вы причащаетесь к самому Господу, ну, то есть, серьезное дело, конечно, но, значит, но, вот я покажу кусочек праздника, в честь вот этого самого драматического, вообще страшного, когда Бог ради нас, людей, идет на смертную муку, на казнь, да, единственный такой, в общем, Бог в мировых религиях, который так сознательно, вообще, ну, ладно, не буду сейчас вам про христианство рассказать, хотя без него, конечно, испанского ни одного писателя понять нельзя, ну, вот, значит, давайте посмотрим немножко вот этот самый праздник, корпус Кристи, тело, тело Господня в сегодняшней Испании. Ну, вы заметили одно обстоятельство, такое, может быть, странноватое для, для, для православных, процессий, ведь в этих процессах это очень серьезный праздник для испанцев, в них участвует часто король с королевой, в городах участвует власть, главное, там, мэры, значит, эпископы, значит, кардиналы, где они есть, Испания не есть, значит, и, тем не менее, это процессия, танцы, понимаете, вот, вот, в процессе, нет танцевой, кстати, нет, это я не, не был корпусом, славный, просто другая, другая культура, значит, другая, другая, другая культура, и это танцы, дело не только в танцах, вы заметили, там, карлики и великаны, правда? А что такое карлики и великаны, ведь, вот, плоть Господня, значит, это ведь, ведь, этот корпус Кристи, тело Господне, это еще и культ тела Господа, Господа, но тело, понимаете? Вот, а театр, это самое ведь телесное искусство, правда? Согласитесь, да? Значит, без этих самых тел в театре тоскливо, значит, и то, что, то, что вот вся культура пронизана, в данном случае, сакральным, священным культом тела, но тело, Господь же не просто Святой Дух, да, Он и Святой Дух, но Он же прожил, и испанцы, это особенно подчеркивают, испанские теологи, философы, что Иисус прожил полностью всю телесную жизнь человека, Он родился, как обычный человек, значит, кто переживал в природах, мы не знаем, как каждый из нас не знает, но тоже был его первый телесный опыт появления на свет, он все знал, стало быть, голод, холод, все муки человеческие, все радости человеческие, плода, хорошо на свадьбе выпить вино, на Кане Галилейской, когда вино кончилось, он его прибавил, радостно, то есть он все человеческие, все человеческие чувства плотские, ну, кроме там, значит, он все испытал, в общем, значит, и для испанцев это, это, это очень важно, что между, что испанцы в этом смысле, они, конечно, испанская культура в широком смысле, даже очень много из испанских религиозных деятелей, они крайне настроены против такого аскетизма, что только умерщвление плоти дает вам, что называется, пропуск в рай, нет, вот если вы участвуете корпус крыски, танцуете, да, хорошо поете, да, значит, или в церквях вот эту веселую музыку играете, это вам тоже уже, значит, во всяком случае, ну, уже какой-то кусочек пропуска, уже, значит, вы себе, или какие-то баллы для того, чтобы после кончины выдержать самый серьезный экзамен, значит, какие-то баллы вы уже благодаря этому получаете, значит, и поэтому, поэтому, заметьте, что вот и ранее, ранее самые испанские спектакли, которые, такую процессу, наверное, видел Сервантес и не дну, потому что в том городке, где он, она тоже каждый год устраивалась, это, примерно в таких же костюмах, примерно по таких же мелодии, так что каждый из нас может в какой-то мере возомнить себя Сервантесом сейчас, значит, как у Борхеса, вот этот самый, один из героев его рассказа, который думал-думал про этого самого писателя, потом сел и стал писать в некоем селе Ломанском, которого я не припомнил, стал писать текст Дон Кихота, Пьер Минар, значит, так вот, значит, вот, вот, ранее спектакли, давайте тогда, будь любезны, я тогда давайте закончу этот самый корпус и, и посмотрим, как, как играет уже такой развитый спектакль, как играет церковь, сейчас только два слова скажу, что это за, за спектакль, это спектакль об успении Девы Марии, которого играют, это вообще интересная очень штука, потому что это мистерия, а мистерия – это средневековый жанр, посвященный всяким замечательным чудесам, и это жанр глубоко, искренне и красочно, религиозный, средневековые люди вере уделяли внимание больше, наверное, мы грешные, потому что некоторые мистерии, это спектакли на религиозные сюжеты, да, только на религиозные сюжеты, они длились, например, одна мистерия длилась 25 дней, с утра до ночи подряд, вот, смотрим спектакли, сейчас, когда целый день как у театра «Молодежный берег утопии», то, в общем, ты уже чувствуешь, что подвиг, правда, с утра до ночи, или бесы так у Додина, он 25 дней, значит, самое короткое мистерие, ну, совсем короткое, близ, там, ну, три дня с утра до ночи, ну, это просто так, что-то, значит, лекомысленно отнеслись, значит, а в Париже, где, играли только по субботам и по воскресеньям, ну, как сериал, только у нас обычно с понедельника по четверг, я их никогда не смотрю, поэтому боюсь соврать, но, хотя там бывших студентов полно, значит, ну, что делать, значит, это самое, значит, Париж, где играли только по субботам, воскресеньям, мистерии длились до полгода, значит, вот, сейчас я вам покажу вам такую, значит, фрагменты такой мистерии, да, вот, почему еще, если важно, то мистерии, они были действительно богоугодные, и, ну, и городам они были еще и материально выгодные, потому что они, как мы обычно, устраивались перед большими ярмарками, и публика, после того, как посмотрит искусство, отоваривались, знаете, и, поэтому, город работал целый год на мистерию, поэтому, скажем, пекари целый год, значит, запретали самые вкусные булочки, где раздавались бесплатно всем зрителям, ну, это как тоже, знаете, вы там приходите в какой-нибудь магазин, вам говорят, может, кофейку хотите, прежде чем выберите там дешевый галстук за 3000 евро, значит, ну, в общем, там своя обманка, значит, вот, но они старались не на шутку, скажем, там, это самое, моряки там готовили целый год сцену всемирного потопа, чтобы площадь заливала водой, корабль плыл по площади, все мочили себе там, юбки, ноги, но эффект, эффектно, масса там, эффектно было, значит, тут как раз меньше, потому что это не на площади, а в храме, значит, но, 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 игра ведь штука такая, почему? Действительно, и церковь иногда театру относилась, и власть иногда театру относится так с опаской, игра ведь это стихия плохо управляемая, знаете, если сыграет тебе что-то по-настоящему, то неизвестно, куда понесет, правда? Значит, и в мистериях, например, самым популярным персонажем становились черки, которые кувыркались, значит, ругались, потому что, ну, черт, черт, он не может говорить какие-то сыпать философскими терминами, он скорее, значит, вас пошлет в ад или куда-нибудь еще поближе, значит, подальше, значит, короче говоря, они становились очень такими колоритными, громкими, увлекательными персонажами, и церковь стала думать, что вот это религиозное сюжет разыгрывается слишком, ну, как бы сказать, слишком, слишком, слишком разнужданно в XVI веке, и все послушались, ну, церковь, а испанцы, ведь самая католическая страна, как они гордятся, тем не менее, один испанский город играет по сей день эту мистерию, представляете? Несмотря на все запреты, кто любит спортивную обувь, есть такая, знаете, популярная, как я там узнал, фирма Тельме, они кроссовки хорошие делают там, спортивные костюмы, это город Эльча, так вот, для кого-то он славится спортивной одеждой и обувью, а для нас, историков театра, он тем, что там идет по сей день мистерия, так она шла примерно в начале XVII века, то есть ее в боксерванте свидетелье. Вот, давайте посмотрим маленькие фрагменты этой мистерии, смотрите, какой постановочный эффект, это с неба спускаются ангелы, причем это такой прием, когда вот это самое их лифт раскрывается как пальмовая крона, потому что согласно церковному преданию, значит, пропуск рай это золотая пальмовая ветвь, я не знаю, Каннский кинофестиваль сознательно на это ориентировался или нет, но именно золотая пальмовая ветвь, которая с неба приходит к вам, это значит, вы уже действительно с ней можете пройти в рай. Сейчас Марии будут вручать ангелочке такую ветвь. Вот теперь происходит чудо, Марию живем, берут на небо, поскольку она просила сына, что он не может без него жить, что я очень одиноко, и сын смелутился над матерью, и, значит, послал ангелов, чтобы не живем, ее взяли, но между небом и землей ее коронуют царицей небесной. Это такой эффектный тоже красивый эпизод. Вот, 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 вот. Смотрите, золотой дождь, как на концерте почти, да? Ну что, спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ